Добрый день! Сегодня мы с вами повторяем наженник, творительный падеж. Этот падеж отвечает на вопросы ким, чим. Давайте вспомним, когда же мы будем употреблять этот падеж. Первое, это когда мы говорим о себе, а именно о своей национальности, то есть помним, что мы говорим «Естем украинку», «Естем украинцам», «Разум я стоящими украинцами», о своей профессии, например «Естем научу челку», «Естем лекажем» и о своем социальном статусе «Естем шону», «Естем меншем». При этом мы используем глагол «Быч» и исправляем его в зависимости от местоимения. Второе, когда мы будем употреблять этот падеж, это после предлога «З». Например, «Спацероя с маму», «Спацероя с псэм», «Спацероя с сыном», «Ем канапка с массовым», «сэром», «с гербасов». И третий пункт, когда мы будем использовать «Нажетник», это после таких глаголов, как «Мартович», «Врацать», «Ехать» и остальных и других глаголов. Переходим к окончаниям. Что касается окончаний, то в мужском роде, в «Нажетнике» у нас будет окончание «М». Это 90%, помню. И 10% – это окончание «Оу». В том случае, если у нас слово заканчивается на букву «А». Например, «КЕРОВЦА», «АЛЕЕСЦЕМ», «КИМ ЧИМ», «КЕРОВЦО». Слово «КЕРОВЦА» закончилось на букву «А», поэтому имеет окончание «Оу». В женском роде у нас окончание «Оу» и в среднем окончание «М». Во множественном числе у нас для всех трех родов, мужского, женского и среднего, окончание «АМИ» или «ЖИМИ». Теперь давайте вспомним слова «исключения». Слова «исключения» у нас были в мужском роде. Это три слова «ЕСНЫМ», «КЩЕНЬГОВЫ», «ЗНАЁМЫ» и «ЖЕНАТЫ». Эти слова являются исключениями, так как они образованы от прилагательного, и поэтому «исключения» будет относительно как прилагательное. Что касается множественного числа, то здесь у нас, помним, были слова «ЛЮЧМИ», «ЕСТЭЩМЫ», «ЛЮЧМИ», «ЧЕЧМИ». «ЕСТЭЩМЫ», «ЛЮЧМИ», «ЧЕЧМИ». И те три слова, которые были исключениями в мужском роде. «ЕСТЭЩМЫ», «КЩЕНЬГОВЫМИ», «ЗНАЁМЫМИ», «ЕСТЭЩМЫ», «ЖЕНАТЩИ». И еще у нас было слово «БРАЧНИ». Эти слова исключения, которые имеют вот это значение «МИ». Все остальные слова имеют значение «АМИ». Итак, например, «Я человек», «ЕСТЭМ ЧЛОВЕКЕМ». Помним, что после «КГ» мы еще пишем букву «И», так как мы смягчаем эти две буквы в мужском и среднем роде. «ЧЛОВЕКЕМ» и «ЕСТЭМ ПОЭТОВ». «ЖЕНСКИЙ РОД» «ЕСТЭМ МАМУ», «ЕСТЭМ ДЖЕПЧИНОВ». Средний род «ЕСТЭМ ДЖЕЦКЕМ», «ПИЕМ ХОРБАТЫ ЗМЛЕКЕМ». И множественное число «ЕСТЭЩМЫ КОПЯТАМИ», «ЕСТЭЩМЫ ХЛОПАКАМИ». И окончание «МИ», вот шесть слов исключений мы с вами записали. «ЕСТЭЩМЫ ЛЮЧМЫ», «ДЖЕЩМЫ», «ВРАЧМЫ», «ЧЕНКОМЫ», «ЗНАЁМЫ», «ЖЕНАЧИ». Это ножение, которое мы с вами учили, все его окончания. Спасибо за внимание.